С введением закончили, теперь начнем работать с инструментами. Начнем работать с Puppet, так как он самый распространенный и очень удобный. По нему есть довольно обширная документация, но, как обычно, начинать с нуля с документацией практически очень тяжело. Понятное дело, что различные задрочные товарищи постоянно отправляют нас читать документацию, но это в силу, как правило, комплексов и не умения общаться с людьми. По документации можно, долго и муторно копаясь, разобраться в продукте, но лучше, конечно, иметь какое-то введение, после чего уже использовать документацию по назначению, а именно, разбираясь в концепциях, находить в ней то, что нужно. То есть мы с вами сейчас как раз и будем заниматься тем, что настроим минимальный такой рабочий конструктор, после работы с которым вы уже поймете, как пользоваться документацией по тому же самому Puppet. Сейчас мы с вами разберемся с основным, с тем, как настроить, собственно, Puppet-сервер, то есть тот сервер, который будет у нас управлять всеми остальными узлами. Прежде чем разбираться с тем, готовы ли вы устанавливать Puppet в своей рабочей среде, нужно понимать его требования к аппаратной части, то есть к ресурсам вашего сервака. Для самого Puppet-сервера наверху, вы видите, я указал таким светло-серым шрифтом количество ресурсов, взятое из официальной документации по Puppet. На самом деле это очень такие оптимистичные требования к ресурсам. Ниже я вам выделил уже более таким контрастным цветом реальные ресурсы. Эти ресурсы я взял из документации к Puppet-энтерпрайзерскому. Я должен сказать то, что если вы будете делать для себя управляющий сервер Puppet, это в котором помимо Puppet-сервера будет и Heer, и Puppet-база данных, и много еще различных маленьких примочек, может быть кое-какие веб-интерфейсы, то вам нужно исходить из требований ниже. То есть прямо по документации написано то, что для того, чтобы Puppet-сервер полноценно запустился и работал, изначально вам нужно 2 ядра процессоровых и 6 гигов оперативной памяти. Тогда он будет сам прекрасно работать и обслуживать до 10 узлов. Далее, если вы будете добавлять узлы, то я вам так, грубо говоря, внизу посчитал, то что каждые дополнительные 300 узлов к изначальной конфигурации вам нужно плюс 1 процессорное ядро. Плюс по 150 узлов это еще плюс 1 гиг оперативки. То есть внизу я вам показываю то, что если вы хотите управлять тремя сотнями машин, вам нужно 3 ядра процессорных и 8 гигов оперативки. На самом деле, вот это вот его требование иметь до 16 ядер на 4000 узлов, оно слишком завышенное. То есть, ну, может быть, вы будете делать какие-то такие хитрые манифесты, которые нужно обрабатывать сервером, но это маловероятно. Я не видел, что Puppet загружал более чем, ну, не знаю, 4 ядра на 1000 узлов. По оперативке все более-менее справедливо. Puppet у нас Явовский, Ява у нас жрет ресурсов достаточно. На каждое подключение, на каждую синхронизацию у вас будет запускаться отдельная такая веточка процессов. Если у вас будет использоваться PuppetDB, то и PuppetDB будет требовать ресурсов. То есть, оперативки он жрет немерено. Тем не менее, нам с вами для работы в виртуальной среде будет достаточно одного ядра процессорного и 2-3 гигов оперативки с головой. Далее нам нужно разобраться с дистрибутивом, с той операционной системой, на которой мы будем делать Puppet сервер. На картинке у вас те платформы, для которых есть готовые пакеты для Puppet серверов Puppet агентов. Это именно картинки для Puppet агентов. То есть, это те платформы, которые могут управляться Puppet сервером. Сам Puppet сервер вы можете поставить на RedHat семейство или на Debian семейство. Я буду ставить на Ubuntu, потому что Ubuntu вполне себе работоспособна. Она не такая серьезная, как CentOS и RedHat, но для Puppet сервера ее с головой достаточно. Там не нужно будет нам выдумывать ничего такого особенно сложного. Я буду использовать Ubuntu 14 как стабильную версию. То есть, если вы используете какой-нибудь GENTU, Linux, SUSE, Linux, не знаю, Oracle, Solaris, BSD системы, то для них нету родных платформ с пакетами, но под них можно собирать, собственно, пакеты с Puppet и тоже вполне себе использовать. Основные шаги, которые мы должны с вами предпринять для того, чтобы у нас конфигурация с Puppet работала. Прежде всего, нужен открытый порт 81.40. Он нужен открытый в обе стороны и на сервере, и на клиенте, потому что мы можем настроить конфигурацию как Push, так и Pool. Кроме того, клиенты, мало того, что они сами подключаются к серверу и забирают что-то, они еще и на сервер отправляют потом отчет. То есть, нам нужен открытый порт 81.40. Далее, нам нужна корректно настроенная прямая обратная зона DNS. То есть, если у вас есть какие-то сервера в интернете, вам проще всего завести какое-нибудь имя в интернете для своего домена, какого-нибудь там Puppet.example.com и сказать, на какой IP-шник это имя указывает. В принципе, если у вас нет каких-то доменных элемен, можно не заморачиваться и просто в хосты на конечных устройствах, в EDC-хост прописать IP-шник нужного вам сервера. Мы так в нашей лабораторной среде и сделаем. И самое важное, это на всех системах у вас должно быть одинаковое время. Проще всего, если это время будет точное. Тогда вам нужно будет синхронизировать эти системы не с сервером, а с точным временем в интернете. Нужно нам точное время для того, чтобы Puppet мог успешно общаться с сервером. Он общается с сервером, используя аутентификацию по сертификатам. И если у нас время будет отставать, у нас с сертификатами могут возникнуть проблемы. У нас будут какие-нибудь системы с истекшими сертификатами, еще не созданными сертификатами и так далее. Это не очень удобно. Итак, краткий план на сейчас у нас. Мы с вами возьмем Ubuntu 14, настроим на ней синхронизацию точного времени, подключим репозиторий для Puppet, установим Puppet Server, установим Puppet Agent. Ну, правда, у нас Puppet Agent встанет вместе с Puppet Server по умолчанию сразу. И запустим синхронизацию агента с сервером в пределах нашего этого одного сервера. Вот она, моя 14-я Ubuntu. Я ее так оптимистично назвал DevOps. Полное имя DevOps. Я не стал добавлять доменные зоны никакие. Это не очень, конечно, правильно. То есть, по-хорошему, ее нужно назвать как-нибудь DevOps.lab.lan, например. Но я думаю, так у нас все получится. Кроме того, если вы добрали DevOps, я думаю, вы уже разбираетесь с тем, как работает DNS, резолвится DNS имена и так далее. Значит, первое, что нам нужно сделать, это убедиться, что у нас будет точная служба времени. Я сейчас установлю наш НТП. Мы это делали еще в рамках курса по LPI. Если кто не знает, что такое НТП, сразу идите и смотрите курс по LPI. Первые и вторые ступени. Значит, сразу же после того, как мы установили НТП, нам нужно его настроить. В частности, нам нужно указать сервера точного времени. Меня, в принципе, вполне устраивают вот эти вот сервера, но я привык их заменять на наши RU-сервера. Из нашего пула НТП добавляю наши сервера. Внизу остается на всякий случай один НТПшный сервер Ubuntu. Сохраняю изменения. Перезапускаю службу НТП. Сервис НТП реставр. Теперь у меня время будет точное и работать. Значит, на всякий случай я сразу выключу наш Ubuntu Uncomplicated Firewall. Disable. Вместо того, чтобы открывать порт 8140, вы просто запомните то, что порт 8140 на данном этапе нужен. Я буду упоминать те порты, которые нам в дальнейшем еще нужно будет открывать. И на Яндекс.Диске, как обычно, создам такой маленький документик по тем шагам, которые мы выполняем. Также я вам на Яндекс.Диске в описании видео дам ссылку на мануалы от самого Папита. Значит, прежде всего мы с вами должны скачать информацию о репозитории папитовском. Мы переходим в нашу домашнюю папку. Вот он. И выполняем команду vget, которая скачивает вот этот вот нам деппакет. Теперь нам нужен этот деппакет установить. Вот мы его прекрасно установили. dpkg-i. Обновляем информацию о репозиториях, чтобы у нас апт узнал о только что свежем добавленном репозитории. После чего говорим «Установи Puppet сервер». Это 14-ю пункту. Для нее есть родные пакеты. И мы видим то, что встанет очень много всего. Сертификаты Явовские, огромное количество библиотек. Ява 7. Много-много-много всего. Со всем этим соглашаемся. И уходим пить чай. Важный момент, о котором забыл сказать. Прежде чем работать с Puppet в реальной среде, вам нужно понять, какие операционные системы у вас будут использоваться в качестве узлов. Потому что если у вас используются какие-то очень древние линуксы, то на них нужно ставить очень древний Puppet-агент. И для того, чтобы он конкретно, корректно работал, вам нужно ставить еще очень старый Puppet-сервер, который раньше назывался Puppet-мастер. У меня, например, самые старые дистрибутивы, с которыми я работал, это CentOS 5.11. И он вполне себе работает с последним Puppet 4.8. Поэтому мы не заморачиваемся с вами сейчас. И тоже ставим последний Puppet 4.8. Но это мы еще проверим с вами, какой Puppet у нас поставился. Значит, у нас все установилось. Посмотрим с вами настройки самого процесса Puppet-сервера, которые лежат в файле .etc, Default Puppet-сервер. Опять же, если у вас какой-то древний Puppet, тогда у вас это все может лежать в другом месте, где-нибудь в Opt, Puppet Labs и так далее. Если у вас, опять же, древний Puppet-сервер, он будет называться Puppet-мастер. Мы исходим из того, что у нас все последнее, и вы делаете точно так же, как и я. Тут много значений. Нас на данном этапе интересуют только вот эти вот аргументы Явы, потому что Puppet-сервер, я вам уже говорил, запускается как Явовское приложение. Значит, у нас здесь есть xms-параметр, xmx-xms. Это сколько оперативки ему съедать при старте и до какого количества ее можно увеличивать. Съедаемую оперативку. В документации к Puppet-у сказано, что лучше использовать здесь одинаковые параметры, чтобы он у нас стартовал и все время использовал сразу, сколько оперативки, сколько ему нужно. Вот этот вот Max-perm-size – это количество памяти, в которой хранятся какие-то Явовские классы. Я не Ява-программист, я вам не скажу, поэтому можно вот эти вот 256 мегабайт оставить по умолчанию, а здесь исходить из тех параметров, которые вы рассчитали для вашего количества узлов. Я оставлю здесь по умолчанию 2 гигабайта, мне их вполне достаточно. Поэтому я выйду отсюда без сохранения изменений. Вы можете здесь что-то изменить под себя. Это очень важные параметры, потому что исходя из них он будет, собственно, все съедать. Далее нам нужно настроить конфигурационный файл самого Папета. Это был конфигурационный файл до этого процесса Явовского Папет-сервера, теперь конфигурационный файл самого Папета. Здесь у нас есть секция «Мастер», которая отвечает, собственно, за настройки Папет-сервера. Опять же, раньше он назывался Папет-мастер, поэтому и секция, я думаю, называется «Мастер». Мы ее не трогаем. Мы здесь добавляем информацию только об агенте. В информацию об агенте мы добавляем имя сертификата для данной нашей машины. Эта машина у нас DevOps называется, я вам вначале показал. Я говорю этой машине DevOps, то, что сервер, с которым она будет связываться, это тоже DevOps, то есть имя сервера DevOps. В дальнейшем, когда мы будем подключать какие-то узлы, мы здесь можем указывать имя сертификата, а здесь в качестве сервера будем точно так же указывать DevOps. Сохраняю изменения. Да, конечно, я же начал редактировать этот файл не с правами суперпользователя, поэтому я не могу сразу сохранить изменения. Escape the Z, сохранил изменения. Давайте, прежде чем запускать нам Папет-мастер, я вам покажу, что он у нас сейчас. Мой сервер ест 795 МБ оперативной памяти. После того, как мы запустим наш Папет, несмотря на то, что мы указали ему, чтобы он при старте съел сразу 2 ГБ, он эти 2 ГБ сразу есть не будет. Не знаю, почему я, опять же, не я, а программист. Поэтому я говорю, мы сейчас Supervisor.do, сервис. У нас установлен уже Папет-сервер. Запусти сервис, службу Папет-сервер. Стартует она у меня в данном случае где-то больше минуты. Снова проверяем количество свободной оперативной памяти и видим то, что сразу почти гик съелся. Мы сейчас запустили только Папет-сервер. И вот он этот гик оперативки, собственно, сожрал. Теперь нам нужно этот Папет-сервер поставить в автозагрузку. Мы можем это сделать стандартными средствами нашей операционной системы. Но так как мы с вами уже установили Папет, мы можем воспользоваться его командой. Это такая простенькая команда. Я вам ее расшифрую. Опять же, права суперпользователя. Путь к Папету. Дальше его команда ресурс, которая будет говорить то, что служба, Папет-сервер, должна быть у нас включена и поставлена в автозапуск. То есть я мог предыдущий шаг, вот этот вот Папет-сервер старт не делать, а сразу выполнить эту команду, потому что вот этим шагом ensure running она бы ее запустила. Сейчас она просто ее поставит в автозапуск. Я вам говорю, то что enabled у нас изменился с false to true. Если бы она была не запущена, то она, соответственно, и статус бы поменяла из stopped to running. Папет-сервер запущен у нас, стоит в автозапуске. Теперь нам нужно установить Папет-агент. Я выполню эту команду, конечно, get install puppet agent, но он у нас установился вместе с Папет-сервером, поэтому нам сейчас этого делать не нужно. Опять же, точно такая же команда, для того, чтобы Папет-агент у нас с вами был запущен и поставлен в автозапуск. Папет, команда ресурс, ресурс служба, служба Папет, чтобы она была запущена и чтобы она была в автозапуске. Нажимаем. И вот она нам показывает то, что он изменил состояние остановленной службы на службу запущена. Автозапуск он ее поставил сам при установке. И последние буквально несколько шагов. Опять же, мы с вами все время будем ходить к вот этому вот исполняемому файлу Puppet. И сейчас мы с вами можем посмотреть сертификаты, которые у нас есть. У нас с вами сейчас нет никаких сертификатов. Тут обычно этой командой Puppet SERVLIST мы можем видеть запрашиваемые подтверждения сертификата. То есть, если какие-то машины к нам постучались, мы здесь должны увидеть их сертификаты, одобрить их или отклонить. Сейчас у нас нет никаких машин, кроме той машины, на которой мы с вами работаем. Поэтому я могу показать еще ключ ALL. Покажи все сертификаты. И мы увидим с вами сертификат этой нашей машины с именем D-OPS. Вот он. Этот сертификат, он уже у меня с плюсиком подписан и допущен. Последнее, что я сделаю, это запущу Puppet Agent, который синхронизируется с моим Puppet SERVLIST. Нам нечего вообще еще синхронизировать, но вывод нам покажет, что у нас все в порядке. Я запускаю опять же тот же самый Puppet Agent с ключом TEST. TEST у нас проверяет связь с сервером и выполняет все, что было нужно. Зелененький вывод говорит о том, что у нас все получилось. Мы используем с вами сейчас, по умолчанию, Puppet Agent использует environment, как сказать, среду, не знаю, production. То есть он настроен на использование в прот-среде. Он скачал все, что нужно с сервера и применил каталог вот за одну сотую секунды. Довольно бегло мы сейчас с вами пробежали по установке Puppet Server. Казалось бы, это все довольно просто делается, но я вам это сделал как иллюстрацию к тому мануалу, который буду выкладывать на Яндекс, чтобы вам было с чего стартовать и вы могли сюда обращаться в каком-то случае. Мы с вами установили Puppet Server, с ним вместе установился Puppet Agent, и Puppet Agent синхронизировался с Puppet Server только что. В следующем видео мы подключим к нашему Puppet Server какой-нибудь CentOS и какую-нибудь другую Ubuntu.